Отче наш, иже исти на небесе, да святится имя Твое, да при царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не вели нас в искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Божий наш, слава Тебе, наш Бог и Его, а вовочем, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Дар и Господи мир Израилю, Украине и России, и всюду идут войны, дай время для покаяния. Ты дивно велик, Господи Бог наш, некогда Ты потопил весь мир, отступивший от Тебя и сделавшийся земляным. Возведи очи нашей горе, дабы помышляли о горнем и не помышляли о земном. Хвала Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, нет иного Бога, кроме Тебя. Ты дивно велик, Господи, Ты провел в тесных обстоятельствах путь наш, слава Тебе. Бежи мои, проши по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Хвала Тебе, мой Господь, по Твоей великой неизреченной милости Ты продлил нашу жизнь. Благодарим Тебя и словословим Дивное имя Твое. Ты достоин всяческого прославления, Господь и Бог мой. Некогда Ты, Господи, пролил на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба. И испровер города сии, и все окрестно сии, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. И Господь Христос говорит согласно этого события. «Вспоминайте жену Лотову». Как люди могут говорить, что не было потопа, не было уничтожения городов Содомских и Гоморрских? Если Господь сказал, что не наведу второй раз воды потопа на землю, и во свидетельство этого Ты, Господи, дал радугу семисветия, утешая людей, что потопа не будет. Но нигде в Писании не сказано, что не будет огня, огненного потопа, как на Содом и Гоморру. Напротив, говорится, земля и все дела на ней сгорят. Земля эта превратилась в страшный Содом. И сколько праведников найдется в городе? Какие города Ты можешь пощадить? Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ты даешь людям наставление, утешение через Слово Твое. Ты показываешь нам то, что происходит сегодня, чтобы мы мудро рассуждали и брали нужное для спасения. Вот мы ложимся в постель и вспоминаем, вот мне смерть предстоит, вот мне гроб принадлежит. Некогда во время потопа Ной выпустил голубя, он возвратился с масличной ветвью, свидетельствуя, что потоп окончился. А ныне мы видим, что ангелы Господни будут изливать чаши гнева. И Ты с неба явишься сам. И мировая история закончит Твоё существование. Будь милостив к нам, Господи. Научи нас во всём доверяться Тебе, не искать своего, не высчитывать сроки, когда это будет, какие события. Всё придёт в своё время. Никакие разумные люди-советники не помогут тем, кого Ты приговорил к смерти. И рушатся империи и государства. И на место изданных народов Ты поселяешь новые. Не может продолжаться вечно отвержение Тебя. Ты сам сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Умилосердие над нами. Паши истинных служителей Твоих миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Распространи святое евангельское слово. Ты уже даёшь повеление. И мы видим, что издаются Евангелия теми, которые никогда об этом не заботились. Благослови Патриарха Кирилла. Давшего благословения на издание Евангелия, которые бесплатно раздаются русским людям. И Ты позволил нам быть причастниками этого дела. Слава Тебе! Пробуди этот народ, не дай ему окончательно исчезнуть. Возбуди у людей ревность, даруй смирение, дабы человеческое знание не надмевало, ибо знание надмевает, но знание закона Твоего возвышает душу, делает человека угодным Тебе. Ты дал закон Израилю и сказал, когда народы окружающие узнают, какой закон дал Ты, то они будут восхвалять незакон, а людей, у которых этот закон и скажет, какой это мудрый народ. Ты дал нам Святое Евангелие, назвал нас христианами. Помоги нам исполнять заповеди Твои, не быть бесплодными, во всем доверяясь Тебе. Прошу Тебя, Господи, особенно о врагах моих, об этом сжали сатаны в плоть. Прости им в судный день, ибо они не знают, что творят. Коснись их сердец, приведи их к покаянию. Я благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за радости и печали, и за гонителей, которые побуждают нас не надеяться на человеков, а надеяться только на Тебя. Благослови правителей стран, дабы мудро управляли столь многочисленным народом. Сохрани от покушений на них. Дай им истинное покаяние, не отпусти их из этой жизни без примирения с Тобою. По всему лицу земли гонят детей Твоих, убивают. Утешь их, укрепи и прими в обители вечные. А замыслы врага, еретиков, всего, что не славит Тебя, разруши. А истинную веру, Твою, Христовую, евангельскую, утверди на земле. Будь милостив к нам и в этот день, дабы весь день был посвящен прославлению Твоего имени, день, который никогда еще не был во Вселенной, и мы не знаем, что ожидает нас. Но научи все принимать с благодарением, зная, что Ты ничего не пошлешь, что не служило бы прославлению Твоего Святого имени. Хвала Тебе по сети узников за слово Твое томящихся. Ты их знаешь всех поименно, Христе Божий наш. Благослови болящих наших, дорогих братьев и сестер, Сергея, Павла, Александра, 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 Анну, Анну, Неанилу, Неанилу, Валентина, Валентина, Макария, Антония и всех, о Ком нам заповедали, просили воззвать к Тебе. По Твоему милосердию, Великое, умягчи сердца людей, дабы не было препятствия проповеди Евангелия. Сохрани это место, где мы можем прославлять Тебя. Благослови всех приезжающих на крещение, проложи их путь, благослови гонимых, на кого ополчились и родственники наши, сестру Юлию. Ты их знаешь всех, Господи. Дай им и силы все перенести и остаться верными Тебе. Хвала Тебе. Прошу Тебя, Владыка, благослови живых и отошедших из этой жизни, кто трудились над моей душой, над возрастанием ее. И в чем я согрешил перед Тобой и после обращения к Тебе в ведении и неведении, в уме, в помышлении, в воде и в ночи. Все прости, ибо Ты благ и человеколюбец. И посеянное нами сохрани от зависти лютых волков нещадящих стадо, которые говорят превратно, чтобы увлечь учеников за собою. И даруй духовное рождение свыше от Духа Святого патриархам, папам, епископам, священникам, всему священноначали и пасты. Хвала Тебе, наш Господь. Дивная Твоя милость позволена нам появиться на этот свет и прожить жизнь. Научи нас помнить, с чем мы предстанем перед Тобой, оправдали ли мы то назначение, которое Ты дал в нашей жизни, соделая Слово наше приправленным солью, действенным, чтобы мы могли и врачевать, и исторгать ненужное по Твоему повелению, не искали благоволения от людей, ибо Ты строго предупредил, что славу друг от друга ищут, а единой славы от единого Отца не ищут. Всякое человекоугодничество, гордость и прелесть удали от нас. Не лиши нас милости Твоей служить Тебе, прославлять Твое святое имя, Матерь Божия, преблагословенная Дева Мария, спаси нас молитвами своими и покрой нас самофором любви. Ты умягчала сердца людей, где мы были в поездке, незнакомых и иностранных, и они располагались к нам. Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешем. Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей, о которых и вспомнить страшно. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки вечно Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас и научи нас молиться и поститься, Господи! И в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье Сергею и Гавриилу. Мы ни в чем не нуждаемся, Господи, Ты все даровал нам в преизбытке. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, святые пророки, молите Бога о нас, дабы Господь исполнил духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлась не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и не заставлений. И не заставлений и не заставлений в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, апостолы, и Петр, и Павел, и ангелисты, и Матфея, и Марк, и Лукоян. Молите Бога о нас, даст Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, дабы никто не принял начертания зверя. Будь милостив к нам, укрепи народ Твой. Святые отцы, Василий, Великий Григорий, Богослов, Иоанн Затаус и все близкие нам отошедшие с этой жизнью. И молите Бога о нас, святые жены и девы, молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Прими молитву и воздяни рук, как жертву вечернего благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини эту молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. И говори, Господи, Владыка, слушай ты, слыши, раб твой. Аминь. Во славу Божию. Покажи книги. Потихоньку поверни, а потом сюда повернешь. Вон там, посмотри где. Все, сюда поверни теперь. Поворачивай. Сейчас мы заканчиваем. Вот и все. Дивный Господь. Хвала Ему. Благодарю, брат. И Тебя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе.